Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георген Ко, я и ведущий Георгий, и это игра Гремлин Сынк. И как вы заметили, я думаю все уже, что мы если в этой серии будем открывать 12 сундуков, потому что серия называется открытие 12 сундуков. Инак, приступим. Кстати говоря, тут какая очередь-то в сетевую игру стоит? Ну ладно, оставим. Открываем первый гремлинский сундук. Что тут будет? Что тут будет? Подайте на пропитание. Отлично. Все пока сохраняем. Вымаливаем пропитание. А второй сундук, что же тут будет? Что же у нас будет во втором сундуке, как вы думаете? И как все эти сундуки я накопил. Отличный выбор. Просто играя в эту игру, ничего не покупая. Отличный выбор. Летний сундук. Сезонные предметы. Какой же у нас будет сезонный предмет, как вы думаете? Раскрылось солнце. Сон. О как. Сон вот такой вот. Число использований 10. Заснул. Лето. Зима. Зимний сундук. Который можно добыть только во время зимнего сезона. Потому что я играю в эту игру очень давно. Ну, начал играть. Так, чуть-чуть поиграл только и все. Крутим, крутим, крутим. О как. Что же это такое-то мы открыли? Держите свои механизмы в тепле. Если только не хотите, чтобы настеляющие их гремлины устроили пожар в попытке согреться. Фоны главного меню. Ну, оставим это. Себе. Следующий гремлинский сундук. Тут что у нас будет? Тун-турун-тун. Еще одно подайте на пропитание. Тоже сохраним это пока что все. Следующий гремлинский сундук. Открываем. Открываем, открываем, открываем. Что тут у нас будет? Да будет хаос. Это уже у нас есть такое. Еще хаос. Что тут у нас в этом сундуке в зимнем? Только во время зимнего сезона. О, какая-то пружина. Пружина. Праздник. А, ну да уж. Какая-то она, да, интересная, конечно, эмоции зимние. Может уже поиск матча надо начинать? Ну, давайте начнем поиск матча. Следующий гремлинский сундук. Потому что поиск матча может быть очень-очень продолжительным. И ты можешь просто замучиться, ища этот матч. А так и ничего не найдя. Ну что ж, третий. Еще атакуйте лидера. Давайте-ка мы даже атакуйте лидера себе возьмем. Потому что это, согласитесь, полезная вещь. Активирование предметов. Удалит предметы. Не сможете продать и отменять. Влияет только на вашу коллекцию на выбранном в данный момент сервере. Ага, ну ладно, пока закроем. Подождите, а какой у меня сервер? Какой у меня сервер? Ну, Амстердам, я насколько помню. Ладно, Амстердам, так Амстердам. Амстердам. Ну давайте-ка, ладно, оставим себе атакуйте лидер. Активировать. Да. Активировали атакуйте лидера. 30 разных... Есть разных предметов. Открылась застежение у меня тут, не знаю, выйти вы ли его или нет. Наверное, скорее нет, чем да. Тут снова. Подайте на пропитание. Тут что у нас в летнем сундуке? Ну какое солнце? Оно какое-то страшное несколько. Как будто бы дьявольское. Чем-то отдает красным. О, что это мы получили такое? Секретный агент. Для тех, кто ценит анонимность. Иконки игрока. Угу, сохраним тоже. Еще один гремлинский сундук. Что тут у нас? Какое-то захлопывание какое-то. Посмотрим. Захлопывание, да. Телевизионное захлопывание. Чтобы деморализовать оппонента. И последний сундук. Что же у нас тут? Фон, что ли? Непонятно, непонятно. Что тут у нас? Глобальные эффекты. Особенно, если это сломанные планы вашего соперника. Хорошая, на самом деле говоря, вещь. Кстати, интересно, сколько же она стоит-то, вот эта зима? Ну что ж, пока идет поиск. Тут у нас есть, кстати говоря, коллекция. Да будет хаос. Атакуйте лидера. Цена зарядки 20. Заряжается за 20. У вас не хватает денег для зарядки данного предмета. Не столь революционно, как оно звучит. А разборка, что у нас дает? 7 с плюсом. А может просто продавать тогда их на торговой площадке, эти предметы? Ну, конечно, они там не такие дорогие, но цена на них на все недорогая, в принципе. Сейчас даже я вам озвучу ценники. Как вы считаете? Будет интересно, верно. Что тут у нас? Ничего. Это все просто какая-то музыка, добавляющая, если человек хочет. Еще у нас есть производство. Используя 10 одинаковых предметов, можно создать ящик с забром, содержащий 3 случайных предмета. У одного из них будет редкость как минимум на уровень выше, чем у предметов, потраченных на создание ящика. 10 одинаковых нужно. И нужен вороватый шуруповерт. При сборе ящика с добром вместо 10 предметов вы тратите всего 7. О как. Интересно, интересно. Ящик с добром, который будет создан. Производство. Ну, это уже говорили. Расходники. Что это у нас? Какие расходники есть? Батарейка. 10 зарядов. А что они дают-то, я не понимаю. Хитрый разъем. Навсегда заряжает одни из предметов коллекции. У нас его нету. Искажатель. В 5 раз повышает шанс получить предмет во время матча действовать на всех участников матча. Это хитроумное устройство искажает пространство таким образом, что вам больше не придется искать сокровища. Вместо этого они сами будут искать вас. Так вот, когда мы найдем все-таки матч, то я замолкаю, как всегда, в этой игре, потому что там дается очень мало времени на выбор персонажей и выбор карт. Так что, ну, понимаете, да. Потом говорить все же буду. Кстати говоря, это чем игра нравится? Тем, что тут можно все-таки много с вами общаться, потому что в остальных играх постоянно напряжение. Ну, или придется там ставить постоянно паузу. А это, согласитесь, не так для вас интересно, чтобы что-то вам интересное рассказать. В 2 раза повышает шанс получить во время матча предметы резко все выше, чем обычный. Действует на всех участников матча. Многие думают, что магнит Брумса притягивает редкость. Это не так. На самом деле он просто отталкивает посредственность. Вороватый шуруповерт. Уже видели. Суперкубок. В матче с суперкубоком игрокам, занявшим призовые места, выдаются призы в сундуки. Среди зрителей, досмотревших матч до конца, также разыгрываются призы. Чем больше участников и зрителей у матча, тем больше призов получат и победители, и зрители. Действует на всех участников матча. Суперигра – единственное соревнование, где приз может получить даже зритель. Вот так. Чертежи, чертежи. Так вот, я хотел объявить вам цены. Ценники, ценники. Итак, ну вот, гремлинская гирлянда стоит от 8 рублей с половиной. Праздник от 2 рублей. Ну, все эти эмоции, они где-то 1,15-1,20 копеек. Вот так. Подайте на пропитание, да будет хаос. Подайте на пропитание, отличный выбор. Подайте на пропитание, да будет хаос. Секретный агент стоит 54. О, как, 54 денюжки стоит этот ценный агент. Анонимный, точнее, агент. Ну, я, в принципе, за него не играю. Может, его продать, использовать. Ну, пока о этом просто подумаем. Зимний город-механизм. Держите свои механизмы в тепле. Ну, это у нас... Кстати говоря, может поставить зимний город-механизм. Почему бы и не ставить? Коллекция. Что у нас тут есть? Выдающиеся личности, турнир, осень, зима, весна, черный рынок. А тут что такое? Контрабандный. Для тех, кто понимает суть истинного величия. И гордо шагает по нему по головам неудачников и недалеких конкурентов. Так, ну, поиск будет длинный. Гремлинская гирлянда. А это сколько? 15 даст. Не надо конвертировать, надо просто продавать. Зимний город-механизм. Фоны главного меню. Ну, давайте активируем. Почему бы и нет? Да. Посмотрим, что будет. Что-то оно не активировалось. Как же это активировать? Инвентарь. Обучение. Правила игры. Таблицы лидеров. Настройки. Нет, не настройки, я так понимаю. Разработчики. Мастерская. Наверное, не мастерская. Наверное, что-то опять в инвентаре. Коллекция. Зима. Зимний город-механизм. Фоны главного меню. Можно обменивать. Как его активировать-то? Призы. Металлический замерзший механизм. Не оставляйте свои грандиозные устройства на морозе, дабы избежать незавидной участия этого механизма. Анимированная версия. О, как. Данные передают, выдаются вам автоматически, после того, как вы соберете в своей коллекции полный набор предметов из зимнего набора. О, как. Да, наверное, надо... А это что такое у нас? Глобальные эффекты. Гремлинская гирлянда. Инвентарь. Как использовать-то я не понял. Это вы, наверное, не видите. Да, вы ничего не видите. Просто я там что-то щелкаю на заднем плане. На самом деле, я тут... Сматриваю... Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Поиск очень длительный, смотрите. Может, стоило начинать его раньше? Подайте на пропитание. Тайный агент. Сетевая игра. Как же открыть фон-то? Фон открыть, как, извините меня. Коллекция. Производство. Расходники. Да, интересно, это, конечно. Черный рынок. Но это магазин в стиме. Обучение, правила игры. Одиночная игра. Мастерская. Но это нет, это мода. Я помню это. Ладно, потом как-нибудь разберемся. Советы и подсказки. В начале матча не спешите действовать агрессивно. Вы рискуете настроить против себя абсолютно всех оппонентов. И тогда в решающий момент они могут начать мешать именно вам, а не лидеру. Чисто из принципа. Да, это действительно. Так, вот это действительно очень дельный совет. Надо быть очень осторожным. Но, к сожалению, я вот как раз так и играю. Вначале я очень слабый. Посередине очень стильно, а потом не мстят. То есть надо усиливаться к концу игры. Но как-то так не получается все, не складывается. Итак, секретный агент. Как можно секретного агента купить за 54, а продать можно только за 10. Интересное кино. Интересное. Недавней активности там нет никакой. Интересно, конечно, этот секретный агент. Интересно. Торговая площадка. Группа, контент, активность, значки, инвентарь. Да будет хаос. Гирлянда. Гремлинская гирлянда. На торговой площадке можно найти редкий земля. Продать за 3,7 можно, а купить за 84. Конечно, разница большая между ценами спроса и предложения. Очень даже большая. Вот так вот, что я хотел еще вам сказать. Если вы до сих пор досмотрели, тогда для вас, наверное, этот совет будет... Это что такое? Сменить задний фон. Ну вот мы и нашли. О, такое. И вот такое. Давайте замерзший фон поставим. Красота, не правда ли? Сменили фон. И играем. Вот так вот. Сейчас найдется игра. Ну, игра уже будет у нас, наверное, на 3 серии, потому что в начале мы уже, словно говоря, потеряли много времени. Скажем так. Это из DLC все. А как DLC будут, если все купить DLC в 5 раз дороже игры? Интересно, не правда ли? И при этом они ничего не дают. Но кому-то они нужны. И это очень даже хорошо. Потому что тем самым играть так себя купать. Смотрите, как гремлин смотрит. А если вот так? Не смотрит, смотрите. О, как. Гремлин не смотрит. Интересно, интересно. Придумали разработчики, чтобы за глазом следил гремлин. Замбируем человека. Замбируем его. Давим, давим, давим гремлина. А как видите, я сразу заметил, что он... Этот гремлин... Следит за взглядом. Это вообще какой-то взгляд. На что этот взгляд похож, как вы думаете? Но это он куда-то смотрит. Это он смотрит... Такой взгляд на нас прям такие. Это вообще какой-то, я не знаю, странный взгляд. Это он опасается чего-то бандитов. Потому что он шапки вора, поэтому он... Ой. Опасается бандитов. Вот что. Торговая площадка, трансляции. Торговая площадка, трансляция, инвентарь. Отличный выбор. Способ подбодрить оппонента в 10 раз сажающего... Именно вас в тюрьму. Отличный выбор. Да, подбодрить злодея. Ну, подбодрить злодея прям что-то не хочется вредить. Нашего... 15 минут прошло уже с начала серии. Прям даже не знаю, что же и делать. Что-то поиск не хочет искаться. Вот помните, как я говорил, иногда поиск будет очень длинный, а иногда очень... Скажем так, не длинный. Надо было одержать 3 победы в рейтинговых матчах, чтобы получить сезонный сундук. Надо было приложить для этого все наши усилия. Ищем все матчи, ищем, ищем. А это что такое? Матч завершится после того, как будет сыграно каждая из карт-хауса. Интересно. О, как число зрителей в данный момент 1 всего лишь. Уже 242 очка. 273 очка. Это, кстати, очень сложно разыграть. Карт-хаус вот столько. Но начался, как я сказал, рейтинговый матч. Ну что ж, надо всем вам знать, что сейчас я замолкаю. И ищу персонажа. Тайный агент. При конфликте нет. Судей или клетки жандарма. Получаете столько-то размер взятки. Не работает в тюрьме. Авантюристы я взял. Очень времени мало, я постоянно-постоянно... Так. Демона хочет найму игру. Авантюрист в казино. Махинации. Бесчестная сделка. Показуха. Сохраним ее. Импичмент. Губернатор будет арестован. Начинаются выборы. И это хорошо, кстати говоря. Хорошая карта, только нам голоса чуть-чуть. Давайте-ка сохраним. Досмотр. За каждую карту, место, которое будет совпадать, вы получите столько-то и столько махинации. Сохраним. Нет. Подачка. А... Ой. Игра уже началась раньше времени, а мне не удали... Не дали сменить карты, как всегда, я забываю. Но тут, в принципе... В принципе, как я сказал. Смешно. Не так даже и принципиально, потому что... Сейчас мы импичмент сделаем, дамы и господа. Импичмент. Досмотр. Выберите карту, место действия, которая совпадает с выбранным. И получите плюсик такой интересненький. Махинации. Но махинации, конечно, хорошая вещь, но у нас голосов просто на них не хватит. К заводу направляется человек, показуха. О, как. Предприниматель рискует. Ой, шесть голосов. Кошмар. Шесть голосов. Надо давить предпринимателя. Импичмент. Досмотр. Жандарм вас игнорирует. Тут жандармам какие-то тоже махинации происходят. Бесчестные сделки и махинации. Ну, кстати говоря, сохранить, наверное, надо. Импичмент. И бесчестную сделку, и показуху. По датчике только отказаться надо бы. Танцуют все. Нет, не покупаем страховку. И вот игра началась. Теперь я могу спокойно комментировать игру. И больше ничего не говорить. Ну, еще важная вещь интересная, которую вам хочу рассказать, дамы и господа. Так это то, что, к сожалению, эта игра не так популярна. Ну, среди вас, зрителей моих. Ну, это на самом деле несколько неудивительно. Просто по той причине, что... Так как... Так как... Ну, игра и сама не так популярна. Поэтому, соответственно, она не будет популярна и среди зрителей. Но зато во время этой игры можно с вами очень много общаться, рассказывать вам много чего интересного. И плюс этой игры, несомненно, в этом. Потому что, например, в игре такой как... Сейчас скажу. Какая же игра там была? Что, у меня память вообще говоря? Импичмент. Стоит вообще играть тогда импичмент, а? Ха. Голоса тогда можешь просто получить. Или подачка. В суде. А тогда голоса... Ой, деньги надо отдавать. Ой. Махинации. Бесчестная сделка. В суде, что ли? Отнимать голоса у нас? Механический бюрократ. Импичмент пропустить. Конфискуем голоса. Конфисковываем голоса. Голоса нам очень нужны. Механический бюрократ. Но мы его разыграть, к сожалению, не сможем. И импичмент. Боюсь, что не сможем разыграть. Ой, это я зря, конечно. Мы не сможем импичмент разыграть. Очень жалко. Что импичмент мы разыграть не сможем. очень жаль но моего сохраним пока что хотя может сможем все-таки как-то разыграть танцуют всем выиграв казино любую сумму денег вы получаете дополнительный ход один раз за раунд выбросив 6 на кубики вы получаете 40 монеток при перебросках только для последнего броска используя клетку риска вы можете перебросить кубик один раз выбросить в один на кубик и вы повышаете свой плюс на 2 даже при переброски имеется ввиду я так понимаю ой сколько денег он предпринимательный заработал ужас да и опять-таки ну памяти нет внимательность вся утрачена токсичные отходы порыться на свалке мы можем выйти сыграть атакуете лидера но это только 20 штук это потом этим воспользуемся самый неподходящий момент для наших оппонентов кнопка риска кнопка риска показуха атакуете лидера запретные знания нет не платим подвергаемся проверки у жандармов зато нет претензий секретные знания 1 2 3 потом 1 2 3 надо бы как-то сходить справиться а не то придется играть карту танцуют все и тогда она будет плоховато это конечно потому что денег начнет у нас сильно сильно не хватать импичмент импичмент надеюсь нам придет карта на три хода тут там шанс где-то в примерно в прямом смысле 50 на 50 хотя конечно карт иметь хотя конечно всего бывает 6 видов карт ну почти там чуть больше один ход 2 хода 3 ход 4 5 6 но большинство карт имеет именно три года они более прям там не просто большинство подавляющее подавляющее большинство моим абсолютных ну не абсолютная или абсолютно в общем больше по моему 50 процентов ну так примерно запретные знания выгодная 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 сделка нет опасность проходит мимо опасность проходит мимо махинации но мы еще можем подождать пока с махинациями вот этими но это конечно уже не хорошо у нас ситуация складывается очень нехорошо я бы даже так сказал ситуация складывается вот с этими кубиками можно показуху конечно использовать но я не стоит нерационально потому что можно получать голоса это согласитесь неплохо очень даже неплохо и так все оппоненты нас уже обходят по голосам и по всему остальному и вот начинается наша игра не уверен что этот как бы назвать там авантюрист ими хороший персонаж но по моему секретный агент вообще плохой персонаж честно скажу он вообще плохой персонаж так что я даже не уверен не знаю бесчестная сделка махинации вот это давайте-ка да ладно фальшивые монеты танцуют все выиграл в казино любую сумму денег проиграли ход дополнительный не получили к сожалению шулерство а вот это уже хорошо что шулерство у нас появилась фальшивая монета от к откажемся от фальшивых монет надеюсь не на нас надеюсь не на нас сыграют эту карту о к счастью как раз таки не на нас сыграли прелестно скоро мы станем губернатором раньше срок к голоса трибуна выступить перед избирателями выиграть один надо сохранять шулерство стукач стукачи стукачи фальшивые монеты не мой день о как друг друга арестовали присяжный на продажу и голоса у меня отняли ничего ничего ты это пожалеешь о том что он отнял у меня голоса всем до 1 губернатор будет арестован начинаются выборы следующая карта количество тубузов в колоде прям пропорционально мастерству игроков о как как хитро сказано согласитесь не выступаем раз два три 4 5 6 вот и как раз на клетку рисков мы попадем пока звук у сыграем там прелестно прелестно идеально идеально сейчас он сыграем весь идет себя он хорошо коллекционер все игроки делаю ставки в банк конечно не хотелось бы но что поделаешь мы к счастью сможем зато перебросить кубики неприятная неприятность но что поделать надо смириться с этой неприятностью надо смириться потому что иного делать у нас не получится шулерство разыгрываем потом используя эту карту для перемещения можете двигаться против стрелок но это можно ну на самом деле говоря нигде эту карту смысла играть я почти не вижу разве что у вас есть шулерство вы телепортируетесь в астрал играть какую-то карту ходите на два хода потом или на один и двигайтесь обратно и раскрывайте вторую карту астрала потому что ну для остальных способов не выгодно наверное тут это тоже смысла не особо нет почему вы тогда просто в казино не разыграть карту согласитесь счастливая монетка как хорошо рискуем оставляем 4 голоса прелестно прелестно получили мы четыре голоса центр избирком нами будет недоволен за такое быстрое развитие но что поделаешь счастливая монетка сыграть в казино перебросим кубик до трех раз засчитывается результат последнего броска диковинка диковинка ну что ж идем мы в казино идем мы в казино предприниматель нот некрасивая мне кажется этот картинка для меня лично хотя я почему-то постоянно все выбирают лично я бы выбрал не знаю вот этого о кто поставил меньше всех теряет столько такс а ну можно 0 ставить 0 ставим ставим 0 потому что деньги нам нужны коллекционер думай сколько ставить предприниматель поставил 10 и лишил кого-то там чего-то там волшебный сундучок о как сбережение лишают нас людей лишают сбережений нехорошо конечно это поступили с нами да ну что поделаешь счастливая монетка шулерство не хорошо с нами произошло на что поделать ну что ж там и господа шулерство мы разыграем уже в следующей серии спасибо за просмотр оценивайте видео и оставляйте свои комментарии я буду рад их все прочитать всего вам самого лучшего да